Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Состоялся круглый стол по оказанию помощи участникам СВО. Очень важно, чтобы все действовали совместно, совместно. В Видном открылось отделение неотложной медицинской помощи. Появится еще лучше мотивация для качественного оказания медицинской помощи на дому. Вместе значит победа. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров встретился с людьми, которые оказывают активную гуманитарную помощь участникам СВО. О щедрых и добрых людях наш следующий материал. Сначала специальной военной операции Ленинский городской округ активно подключился к оказанию гуманитарной помощи. За два года она исчисляется тоннами грузов и огромным количеством добрых дел. Сегодняшние участники волонтерского круглого стола с главой муниципалитета Станиславом Катаровым и большой бизнес, и различные сообщества, и просто неравнодушные люди. У нас есть огромное количество волонтеров в нашем городе, которые тоже занимаются касатой грузов. У нас есть чёрки, которые шли, они помогают нашим грузамам. У нас, боюсь, что голосовые по ним больше не было перечислят. Очень важно, чтобы мы все действовали совместно, сообщаем. Чтобы помощь вышла на новый уровень, стала ещё более эффективной и коснулась как можно большего числа людей, Станислав Катаров предложил создать своего рода координационный центр, где были бы систематизированы все запросы. Создательница волонтерского пункта «Пчёлки добрых дел» Ольга Кудинова всячески поддерживает эту идею. Она начинала помогать вместе с 15 единомышленниками. Сегодня их уже больше 250 человек. Они занимаются пошивом и доставкой одежды для бойцов. Наша изюминка – это одежда для госпиталей, для ребят с ограниченными возможностями. То есть с аппаратами Резарова. То есть у нас рубашки для аппарата Резарова, штаны, шорты, трусы на липучку – всё это мы делаем. Это вот наша как бы изюминка. И вторая часть у нас изюминка уже вот мой год – это наше одеяло тепловизором. Активно помогают участникам СВО и крупные предприятия муниципалитета. Производственное объединение «Албис» поддерживает своих сотрудников, отправившихся в зону боевых действий. Кроме того, компания производит необходимую амуницию для фронта. Зимой мы активно печки делали для обогрева. Я уже говорил, специальные крабы такие, которые можно на верёвке бросать, скидывать мины с точки, чтобы смотреть, чтобы там нет двойных. Вот сейчас нам попросили сделать охлаждающее устройство. Ну то есть мы постоянно этим занимаемся. В торгово-промышленной палате Ленинского округа более 70 компаний и за два года к оказанию гуманитарной помощи подключилась каждая из них. Накоплен большой опыт. Есть идеи, как привлечь ещё большее число бизнесменов. На сегодняшний момент многие покупки приобретаются за наличный расчёт. Для этого необходимо распределить дивиденды 13% и, соответственно, нагрузка финансовая взрастает. Поэтому если бы на уровне Московской области или на уровне нашего Ленинского городского округа появилась какая-то инициатива с тем, чтобы поменять налогообложения для тех предпринимателей, которые готовы помогать участникам СВО, было бы замечательно. Встреча продолжалась более полутора часов. Волонтёры обменивались опытом и наметили немало совместных вариантов помощи. Дмитрий Книга, Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В жилом комплексе «Первый квартал» открылось отделение обслуживания вызовов врачей на дом. Медицинское учреждение по оказанию неотложной помощи стало первым не только в Московской области, но и во всей России. Главная задача – разгрузить поликлиники и сократить время прибытия медицинских бригад к жителям. После символичного перерезания ленточки гости мероприятия отправились на небольшую экскурсию по первому в России отделению врачей неотложной медицинской помощи. На торжественном открытии присутствовала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина. Для сотрудников, которые оказывают медицинскую помощь, а это помощь и неотложная, и палеотивная, и патронажа для новорожденных, тоже важны условия их пребывания и то рабочее место, где они находятся. И для них мы сегодня слышали слова от сотрудников, что это наш второй дом. И они настолько, мы, я сама знаю, что ждали это долгое отделение в течение двух лет. И сегодня они зашли в эти двери. Я думаю, им настолько будет комфортно работать, появится еще лучше мотивация для качественного оказания медицинской помощи на дому. Новое медицинское учреждение площадью 180 квадратных метров расположено на первом этаже жилого дома в микрорайоне «Первый квартал». В отделении расположена диспетчерская, предусмотрены рабочие места для врачей, кабинеты выписки больничных листов, телемедицинских консультаций, хранение лекарственных препаратов, биоматериала, кабинеты заведующего и старшего фельдшера, а также комната отдыха персонала. 43 человека. У нас 13 бригад в каждую смену. Две смены. Соответственно, если есть рассчитано, это где-то порядка на 700 вызовов в день. Но с учетом того, что при каких-то обострениях заболевания, у нас бывает вызовов и до 2,5 тысяч, и до 3 тысяч, и мы эти бригады усиливаем нашим персоналам, которые находятся в амбулаторной земле. Проект был реализован при поддержке местного застройщика. Мы создавали отделение, как коллаборацию застройщика и медиков. Когда мы его проектировали, мы опирались вообще на глубокий опыт сотрудников клинической больницы. Русников полностью построил, оборудовал данное помещение мебелью, техникой, а также закупила для медиков все необходимое. Это реанимационные пакеты, аппараты ЭКГ и все неотложные медикаменты. Медицинские бригады полностью оснащены всем необходимым оборудованием и транспортом. Отделение позволит существенно разгрузить поликлиники и сократить время ожидания прибытия врачей к пациентам. Чтобы таких вызовов было меньше, всем здоровье, но и в то же время жизнь есть жизнь. Поэтому я очень рада, что есть теперь у нас у наших жителей, в нашем городском округе, такое будет медицинское обслуживание. Медицинское учреждение работает ежедневно и охватывает всю территорию Ленинского городского округа. Бригаду можно будет вызвать по единому номеру 122 или оставить заявку через портал госуслуг. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Московская областная дума упростила получение льготы на социальную газификацию для семей участников СВО. Законопроект, упрощающий получение льготы для семей погибших участников специальной военной операции, приняли в трех чтениях. Ранее в законе было предусмотрено условие, что участник СВО должен был иметь место жительства в доме, который планируется газифицировать или быть зарегистрированным по месту дислокации воинских частей или войск Росгвардии, расположенных на территории Московской области. Теперь это условие убирается. Великий пост – особое время для православных верующих. С 18 марта по 4 мая им следует поститься и меньше думать о развлечениях. Одна из позволительных радостей – посещение божественных литургий. О том, как проходила одна из них, узнала Инга Янчук. Во время Великого поста верующие ограничивают себя в привычных удовольствиях. В своем рационе оставляют только овощи и крупы. Некоторые полностью отказываются от питания по средам и пятницам. Именно в такие дни проводится литургия прежде освященных даров. Смысл заключается в том, чтобы верующие не оставались без причастия святых христовых тайн, то им предлагается в эти дни, в среду и пятницу, причаститься прежде предуготовленными дарами. Перед причащением проходит служба. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий прославляют Пресвятую Троицу, воспевает сотворение мера Богом. После каждого отрывка дьякам предлагают помолиться. Нередко этот момент сопровождается звоном колокольчика. Это призыв прихожанам преклонить колени. В пятничное утро верующие отложили свои дела, чтобы прийти в Александр-Невский храм на причащение. Каждый отмечает, что литургия прежде освященных даров – особое время для очищения души. Я испытываю возвышенность. Возвышенность почему? Потому что, когда человек кается, когда он глубоко понимает, насколько он грешен в этой жизни, и приходя в храм, возможность общаться с Богом, и возможность раскаяться, и получить прощение, она такая великая, и очень сильно, глубоко очищающая человека. Мы молитвы читаем, про святых своих узнаем больше. Это важно, потому что ты должен быть с Богом всегда, и ты молишься, причащаешься и очищаешься от грехов. Вне божественной литургии вера людей только укрепляется, а жители объединяются в совместном богослужении. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рубрике «Афиши» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. В историко-культурном центре в субботу, 30 марта в 12.00, пройдут поэтические чтения, посвященные памяти Натальи Власовой. Приходите послушать стихи поэта. Вход свободный. В досуговом центре в деревне Картино состоится турнир по настольным играм. Мероприятие пройдет в субботу в 14.00. Приглашаются все желающие. В библиотеке поселка Развилка в 16.00 в субботу пройдет концерт фольклорного коллектива «Терек». Душеполезные песни. Руководитель Елена Стрельникова. 31 марта в воскресенье в Видновских парках волонтеры Молодой гвардии проведут акцию памяти «Журавли», посвященную жертвам теракта в Крокус-Сити-Холле. Организаторы приглашают всех желающих. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова